Ну и вообще, чтобы было вам немножко ближе к земле, рассказать, каким образом это происходит. Какие грядут изменения в бухгалтерии в 2023 году и как правильно перейти на единый налоговый счет? Ответы на эти и другие вопросы нашли участники закрытой встречи, где собрались финансисты крупнейших компаний страны. Специалисты смогли лично задать вопросы региональным чиновникам и опытным практикам. Один из лекторов – Рустам Шакуров. Он рассказал о нововведениях следующего года. Я расскажу о тех изменениях, которые ждут бухгалтеров в 2023 году. В первую очередь, основное, которое будет событие для них – это подготовка годовой отчетности за 2022 год. Там есть очень сложные моменты, которые нужно учесть. Плюс расскажу те изменения в законодательстве бухгалтерском, о которых ожидают в 2023 году. Эту встречу организовали создатели системы «Главбух». В ней собрано все, что нужно бухгалтеру – от образцов документов в налоговую до консультации экспертов. У нас первая справочная система, которая создана именно для бухгалтеров. Там каждый представитель нашей профессии, наш коллега может найти ответ на свой любой бухгалтерский вопрос. Если он не найдет ответ непосредственно в системе, может обратиться к целой армии экспертов и онлайн-помощников, которые помогут ему докопаться до истины. Системой «Главбух» пользуются тысячи финансистов со всей России, в том числе и из Республики Башкортостан. Они отмечают удобство и высокую технологичность программы. Все новшества по бухгалтерии и налоговому учету вы можете увидеть все там. Мы очень уверенно пользуемся системой «Главбух». Всем советуем. Лекции неторопливо перетекли в бизнес-ужин, а на следующий день специалисты отправились совмещать приятные с полезным. Они высадили бухгалтерскую аллею. Она станет напоминанием о том, что природа, так же, как и цифры, нуждается в нашем ежедневном внимании.